12 декабря 2020 года в Южной Корее в пригороде Сеула, городе Ансане, был выпущен на свободу 68-летний насильник и педофил Чодусон, который 11 декабря 2008 года похитил 7-летнюю девочку. Он насиловал девочку до потери сознания в туалете одной из церквей города Ансана. Девочка сопротивлялась, пыталась вырваться, но насильник избивал ее, душил и пытался утопить в туалете. Она осталась жива, но ей потребовалась 8-часовая операция и длительное нахождение в реанимации. По словам врачей, преступник нанес непоправимые повреждения гениталиям, анусу и желудочно-кишечному тракту ребенка, для чего потребовалось проведение колостомии. Три дня спустя педофил был арестован. Ранее он уже 17 раз привлекался к ответственности за преступления сексуального характера и был приговорен к 3 годам заключения в 1983 году за изнасилование. Сторона обвинения требовала пожизненного заключения, а более 400 тысяч человек подписали петицию за смертную казнь. В 2009 году суд приговорил педофила к 12 годам тюремного заключения, ссылаясь на потери вменяемости в результате алкогольного опьянения. Столь мягкий приговор повлек за собой акции протеста среди населения. Своё неодобрение по этому поводу высказал даже занимавший в то время пост президента страны Ли Мён Бак. Многие из вас наверняка уже слышали, что сегодня в Корее на свободу был выпущен ублюдок, который изнасиловал 7-летнего ребёнка. Я сейчас приехал в Ансан и иду к его дому посмотреть, что там происходит, потому что сегодня с самого утра там собирались люди. Сейчас я иду мимо полицейских автобусов. Ради этого ублюдка государство тратит огромные деньги, чтобы эту мразь защитить от правосудия. Вот вы можете видеть автобусы полиции и полиция впереди. Вот так выглядит подход к дому этого ублюдка. Куча полиции, куча народа. И сейчас какие-то мужики около его дома орали ему и сказали, чтобы он выходил поговорить с ними. Сейчас я самый первый раз подхожу к его дому. Здесь народу уже больше. Обычная полиция и офицеры. И вот вы сейчас можете видеть, полиция, стоит полиция и охраняет вход в этот дом. Это обычный жилой дом, это обычный жилой район. И прикол в том, что из-за этого ублюдка государство тратит столько денег, чтобы охранять эту мразь. Чтобы с этим ублюдком ничего не случилось. Полиция сменяется. Вот вы можете видеть, сейчас новый отряд полиции пришел. Эти идут отдыхать. Эти идут отдыхать. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь около дома этого ублюдка всегда будет дежурить полиция круглосуточно за государственные деньги. Видимо, для этих целей они здесь уже поставили такой мини-полицейский участок. И люди возмущаются тем, что это они, честные налогоплательщики, оплачивают все это, оплачивают, по сути дела, охрану этого убийцы. Потому что девочка, которую он изнасиловал, ей было всего 7 лет. Он изнасиловал ее и сказал, на суде он просто сказал, что он был пьян. И за это он просидел всего лишь 12 лет. Самое интересное, что он живет в этом доме, у него есть жена. И после всего того, что случилось, жена его не бросила. Жена на всякие интервью, она говорила, что он хороший человек, что он нормальный, воспитанный человек. Просто это были какие-то якобы проблемы. Субтитры создавали. Продолжение следует... Куда его привезли, а здесь тоже стоит полиция То есть по всему периметру дома полиция охраняет этого насильника Да, обычным людям, которые живут в этом доме, сегодня точно не повезло С самого утра здесь очень много народу, очень много полиции Сейчас, короче, приехал мужик, который доставляет еду Типа доставка еды для этого ублюдка, вот, поэтому все сейчас возмущаются Я ухожу с того места, куда сегодня утром доставили Этого насильника, сейчас уже стемнело, но народу стало как будто еще больше Полиции стало тоже еще больше Народ приходит, машины приезжают Там уже заторы образовались около этого дома Вот, полиция дежурит не только около дома Но вот, можете видеть, здесь тоже есть полиция И сейчас я стою на светофоре И вот, на светофоре тоже есть полиция Я делал эти записи вчера, 12 декабря 2020 года А уже сегодня полиция отцепила территорию вокруг дома этого педофила В 2013 году на экраны кинотеатров вышел художественный фильм Основанный на реальных событиях по этому уголовному делу Сто streak Настя хороter В шокте Free А с Р São Р Р Р Р Продолжение следует...